здравствуйте наши уважаемые любители бани сегодня мы проведем с вами небольшой тест за моей спиной много чего интересного видео наверное будет длинная я постараюсь его ускорить для того чтобы вам показать разницу в дымоходах проходим к печке и видим что у меня здесь сегодня очень много всего во первых шиберная заслонка вот такая вот давайте поднесу вам покажу шиберная заслонка на ней есть этикетка как вы видите производители у нас везувий шибер 120 толщиной стали 05 что еще можно сказать указание о марке стали естественно нету шибер полностью перекрыл и мы толщина самой заслонки тоже 0 5 миллиметров посмотрим как она сегодня себя поведет но это не самое интересное у меня еще сегодня есть вот такой вот сэндвич купленные мною на рынке от видите вата из него высыпается пока я вез его в машине она у меня еще и в машине распался вот такой вот сэндвич без каких-либо опознавательных знаков внутри судя по всему нержавейка снаружи оцинковка утеплитель неизвестен никаких повторяю марок стали здесь не указаны единство что могу сказать что сварка здесь тик внутренние наружнее вот так вот у нас завальцовано ну посмотрим что она покажет из себя следующее у меня полметровый кусок еще трубы вот такой вот вот такой вот дымоход неизвестно кем сделанный единственно опознавательный знак у него это цифра 120 причем самое интересное 120 обозначало и диаметр и его цену что у нас еще есть интересного для сегодняшнего эксперимента у нас есть с вами изоляция компании шидель вот она перед нами об об который я тоже буду сегодня использовать толщины показывать я не буду чтобы времени занимать но штангелем я все посмотрел здесь толщина нержавейки но внутренних труб все по 5 миллиметров ой тфу ты по 0 5 миллиметров значит что я сейчас делаю я сейчас соберу дымоход я понимаю что производители печей дымоходу скажут ты сделал очередную ерунду но я сделаю так как делают большинство потребители на нашем рынке пришел на рынок купил что было привез смонтировал затопил и очень интересно будет посмотреть как поведут себя трубы причем первый полметра неизвестного производителя дымохода я дополнительно утеплил кожухом для того чтобы посмотреть что на самом деле происходит в потолочных разделках почему я это делаю во первых мне самому интересно а во вторых вот все вот эти вот штуки которые за моей спиной находятся они влияют на две совершенно очень важные моменты в жизни человека первое это пожарная безопасность и второе это сама жизнь потому что угореть можно в бане угореть можно дома ну и естественно в лучшем случае здание может загореть я сейчас буду все это дело монтировать не знаю как они между собой будут состыковываться но возьму молоток возьму киянку напильник я это соберу видео я ускорю для того чтобы не занимать много времени но и собственно говоря мы начинаем да кстати чтобы я не обманывал вот чеки по которым я все купил если кто-то из производителей узнал себя кайтесь пока не поздно а Ну что ж, у меня все готово для эксперимента Первая труба у нас идет моно Я ее специально утеплил, чтобы посмотреть, как будет что-либо изменяться Здесь шибер Здесь сэндвич неизвестного производителя Сверху еще один метр дымохода Ну и собственно говоря, сейчас я это все дело затоплю И посмотрим, что из этого получится Я наколол дровишек Использовать будем обрезки от нашего производства Это обычная липа, достаточно сухая Здесь влажность примерно около 9-13% По поводу теплотворности можете таблицы в интернете посмотреть Забиваем сейчас топку и будем смотреть в медленном режиме Что будет происходить с дымоходом Потопим несколько часов Потом снимем, разберем и посмотрим, что же произошло Друзья, вы можете сказать, что я собрал дымоход вообще непонятно из чего И никто так вообще не делает Но давайте посмотрим вот сюда Как вы видите, это точно такие же, те же трубы, которые мы с вами испытываем Ну и посмотрим, что получится Приступаем к розжигу Ну и смотрим, что будет происходить Ну вот, первую закладку я сделал Сейчас я переведу режим съемки в длительный режим Качество будет похуже Но, по крайней мере, за несколько часов Можно будет посмотреть, что происходит с трубой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья С момента затопки прошло 3,5 часа На сегодняшний день я завершаю топить печь Она сейчас будет остывать Камеру я сниму Завтра с утра мы еще раз ее протопим Потом дадим ей опять остыть Ну и посмотрим, что же произошло с дымоходами Nonei И шиберная задвижка И шиберная задвижка Шиберная задвижка я могу вам сказать уже сейчас То, что ее повело Она разболталась Достаточно так сильно Но это от температуры сейчас Может, когда она остынет, она обратно придет в норму Пока что я на этом сегодняшний день завершаю Напомню, прошло 3,5 часа Она еще полчасика потопится И потом сама по себе остынет А завтра мы продолжим И потом разберем дымоход И посмотрим, что произошло с ним Ну что ж, друзья Наступил второй день наших испытаний Сегодня мы утеплим еще и сэндвич Сымитировав противопожарную разделку в потолке Топить также будем обрезками из липы И в конце сделаем небольшой краш-тест Сожгем упаковку пилет Для чего? Для того, чтобы сымитировать разные породы деревьев Вот сегодня утром я пришел и посмотрел В целом ничего не изменилось Единственное, что не встала на место шиберная заслонка И такое ощущение, что нижняя труба По низу стала пошире Почему? Потому что дымоход начал немножко болтаться Но я ничего не снимал, ничего не разбирал Специально для того, чтобы потом на камеру все это разобрать И болгаркой распилить Сейчас я на ваших глазах поставлю сюда утеплитель Ну и, собственно говоря, затопим пич Ну что ж, у меня вот два моих помощника приготовили дрова Дрова, много дров приготовили? Да Много дров Много дров приготовили Дымоход я поставил, утеплел сэндвич Сымитировав противопожарную разделку Ну, собственно говоря, сейчас мы все это затопим Я переведу камеру в долгий режим Поэтому сейчас ее выключу Ну и посмотрим, что сегодняшний день нам покажет Топить мы будем, так же, как и вчера В нефорсированном режиме Спокойно, абсолютно И в конце небольшой краш-тест сделаем непосредственно пилетами Всего лишь одной упаковкой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, друзья мои... Сегодняшний день испытаний тоже подошел к концу Мы оставим печь остужаться Завтра третий день мы ее пожгем И уже посмотрим, что же произошло у нас с дымоходами Друзья, продолжаем наши испытания У нас сегодня уже третий день Когда мы топим два нунейм дымохода Сегодняшний день у нас будет заключительным Как вы видели, предыдущие два дня топили в нормальном режиме Не разгоняли Использовали, правда, один раз березовые дрова сухие И один раз пилеты Я сейчас затапливаю печь Ну и часов через 5-6 Мы уже топить ее не будем Она остынет И тогда уже завтра утром мы это все дело распилим Все, начинаем разжигать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, друзья Три дня мы ждали домоходы И наступило время посмотреть, кто же все-таки из домоходчиков грешит Я сейчас буду разбирать всю эту конструкцию Все выйти своими глазами Ну и посмотрим, что к чему и как у нас получилось Сразу предупреждаю Нюансов много Первый нюанс это то, что домоход неизвестного производителя Скукожился утеплитель И труба достается очень просто Как вы видите, тепловое пятно здесь у нас появилось Соединение противового потолочного Соответственно, оцинковку использовать Для прохода кровельных каких-то мест абсолютно неправильно Отплав interviews Продолжение следуетitted Об Что такое? Добавляем Отплавляем Рубринитры Крым что у нас произошло с этой трубой с этой трубой у нас практически ничего не произошло то есть производителя достаточно качественный материал внутри получился судя по всему это 430 сталь была использована то есть таких каких-то изменений я не вижу сказать ничего плохого определенной я не могу то есть внутренняя труба внутренняя труба жесткости своей не потеряла она мягкая конечно но тем не менее все гораздо хуже произошло у нас в сэндвиче если посмотреть то вы увидите что вата у нас подгорела естественно потеряв свою плотность которые здесь практически и нету то есть дымоход болтается шатается как угодно и все что здесь внутри набито вынимается очень и очень просто вот она вата если посмотреть поближе то сразу видно что есть спекшиеся волокна к нему вернемся попозже он у меня вся далеко рассыпается в руках ну а теперь самое главное это шиберная заслонка компании везувий вы помните здесь была этикетка шибер у нас работал в штатном своем режиме немножко покоробила сталь то есть она стала совсем совсем мягкой но это пол беды что у нас произошло здесь здесь у нас произошло разрушение по месту сварки вот щель то есть разбухла вот это вот у нас часть и по сварки вот здесь вот здесь вот по сварке все треснуло можете посмотреть сами вот проходит у нас абсолютно нормальная лист то есть здесь у нас получилась прямая щель в помещении что произошло со сталью сталь начала очень легко гнуться она гнется прям руками как шоколадка не потрескивает но судя по всему шиберная заслонка компании везувий буквально за три топки перестала выполнять свои функции которые должна выполнять вот такая вот история у нас шиберной заслонки что же давайте дальше вот еще одно колено неизвестного производителя это черный дымоход оцинкованный с наружной стороны вот в чего он превратился в потолочной разделки я его специально утеплял то есть вот эта часть охлаждалась эта часть не охлаждалась вовсе следы разрушения видны очень отчетливо видите то есть ну буквально если потопить такой дымоход полгода год он превратится уже в ничего почему я так уверенно это говорю потому что я сейчас беру держу в руках смотрите что сейчас произойдет как вы видите плотность стали черный тонкий стала ни о чем я его могу сломать а он болгарку приготовил думал показать что будет на самом деле а мне тут даже и болгарки не потребовалось то есть дымоход вследствие высокой температуры и небольшой нагрузки сверху перестал нести свои функции вовсе что можно сказать люди которые поставили этот дымоход априори обрели большой геморрой потому что через год-полтора-два-три вам придется его менять а это дополнительные деньги и и с учетом демонтажа конструкции покупки нового монтажа нового выльется в копеечку поэтому прежде чем что-либо покупать задумайтесь что вы покупаете все на ваших глазах все по чесноку что у нас произошло с утеплителем посмотрите часть утеплителя спеклась превратившись в пыль то есть вот это вот более желтые это по сути дела уже не утеплитель а просто конгломерат который если его поднажать немножечко превращается в пыль вот он у меня в труху но здесь вот у меня на руках видите я думаю вам видно на свету что это пыль то есть вот такой вот утеплитель используемый в дымоходах тоже не очень хорошо я бы сказал бы не очень совсем-совсем хорошо вот вы видите как он потерял свои свойства при обычной топки банной печи а вот изоляция шиделя повела себя гораздо лучше то есть температуру она на себя взяла и температуру в лучшем случае немножечко буквально буквально наверное пару миллиметров вошла внутрь и на этом остановилась что же давайте вернемся к этой изоляции еще разочек пилить я ее не буду хотел распилить видите как она отсюда вытаскивается вытаскивается очень просто вот в чего она превратилась посмотрите повнимательнее вы видите что волокна спеклись я надеюсь вам видно спекшиеся волокна то есть по сути дела это неизвестный утеплитель который потерял свои свойства здесь и плотность сразу нарушилась ну и еще раз хотел бы обратить внимание на вот это вот пятно образовавшиеся я конечно его сейчас не продавлю не сломаю потому что воздействие температуры было минимальным и я топил всего лишь три дня но тем не менее в потолочной противопожарной разделке при условии что вся эта поверхность не охлаждается естественно что мы бы получили совершенно другой результат и я бы продавил бы эту часть дымохода точно так же как и до этого продавил вот я не знаю кто вот это делает стыд вам и позор стыд вам и позор то есть вы заведомо обрекаете человека либо на пожар либо на смерть так давайте еще раз эту трубу посмотрим эта труба у нас не потеряла своих свойств не дожгли судя по всему вот но она тоже стала мягкой то есть мы ее отжечь отожгли но разрушения здесь внутри нет никакого сажи как вы видите здесь практически нету ну вот в целом я считаю что данный тест нам показал следующее во первых покупать дымоходы необходимо естественно производителя заводского на дымоходе в обязательном порядке должна быть этикетка с указанием кто произвел из какой стали произведено толщина металла направление дымовых газов но нейм дымоходы вы сами все видели очень мир разочаровал дымоход вулкан потому что вот это это прямое попадание огня либо около как шибер монтируют высоко либо под потолок либо же это выход дымовых газов в топочное в комнату отдыха в баню и так далее и тому подобное сталь здесь тоже повторюсь стала мягкой она гнется то есть несущую способность вон она как шоколадка сгибается и подтрескивает то есть это был обычный обычный повторяюсь режим я топил всего лишь 3 дня дровами в основном дровами липовыми дровами то есть там теплотворность не очень большая одну упаковку пеникея мы сожгли и половину упаковки вот таких вот руль в нормальных в бытовых условиях для разрушения конструкции ну потребовалось бы наверное не столь короткое время может чуть подольше но тем не менее в любом случае через год вам пришлось бы это менять в лучшем случае потому что дымоходы вот эти вот трещины и то что он складывается они незаметны тем более если это все проходит в скрытых элементах в противопожарной разделке потолка противопожарной разделке кровли именно там случаются основные пожары спасибо вам большое если вам понравилось видео или есть вопросы задавайте его под ним же подписывайтесь на канал рекомендуйте нас своим друзьям мы работаем для вас спасибо большое и с легким паром спасибо спасибо спасибо